Вести Хакасия 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 Области Сельскохозяйственный колледж Вот они Вели переписку В телефонном режиме Определили, что эта сумма Будет перечислена Непосредственно Насчет этого Сельхозтехникума Мы очень надеемся, что Мы Наши средства Которые мы собрали Принесут пользу И Найдут свое предназначение Для людей Скандал на Сахалине Набирает обороты Похоже, предприятие На котором работали Жители Хакасия Далеко не единственное Нарушают права сотрудников Сегодня в Абакан Вернулись первые Несколько человек Из Ахе Вот что они рассказали Мы созваниваемся С друзьями Знакомыми Кто поехали на другие Перерабатывающие комбинаты Заводы То есть ситуация Сплошь На Сахалине На Камчатке Сплошь такая То есть нам заплатили По максимуму Где-то 70 тысяч Кому-то Ну чуть больше Может быть 75-78 Вот Мы Когда созваниваемся То есть получается Что мы попали вообще В райские условия По оплате Люди приезжали Вплоть до того Что привозили По 400 рублей По 700 рублей Вырвавшись из Ахи Наши люди Рассказали Другие подробности Отправляя их На большие заработки Агентство Меридиан В Абакане Назвало себя Частью госструктуры Руководство Кадрового агентства Подчеркнуло Рыбоперерабатывающий Комбинат Государственный А не частный А значит Обмана не будет Унижали Оскорбляли Бригадера Мастера Просто на раз Для них Это было в порядке Вещей Обзывать Трехэтажные Нецензурные брони Мы не ожидали Так подобного Отношения То есть как бы Мы прекрасно понимали Раз нас приняли На работу Раз нас Наняли То есть Мы надеялись Хотя бы К человеческому отношению Получилось Что мы приехали Как рабы на плантацию Только что не били Вот ну Только этого не хватало И все Хотя вплоть до Дорога прикрадства С комарохов Это бригадир Доходило Ситуацию по зарплате Прокомментировал Анатолий Кобелев Президент ассоциации Рыбопромышленников Аневского залива Когда люди работали На Путине У меня То рыбообработчики Получали по 100 тысяч рублей А у рыбаков Заработок доходил До 1 миллиона рублей И это была Официальная зарплата Как строить свои отношения С работниками Руководства ООО АХ Должны проверить Контролирующие органы Скажу только что Путина В центральных и северных Районах области В этом году Была нормальная В данный момент Трудовая инспекция И прокуратура Проводят проверки На предприятии АХ Кроме того Материалы В отношении сотрудников Кадрового агентства Меридиан Будут отдельно Переданы в полицию Хакасии Добавим Что большинство Пострадавших До сих пор Находятся в городе АХ На Сахалине Дожидаются расчета Домой они планируют Вернуться в первых числах октября Октябрь обещает Быть теплым И довольно дождливым Средняя температура воздуха В республике В октябре Ожидается в пределах Средних многолетних значений Но месяц будет Довольно слякотным Осадков прогнозируется Гораздо больше нормы По количеству же осадков Октябрь ожидается Достаточно влажным Их прогнозируется Две месячные нормы И осадки В виде дождя Дождя и мокрого снега Прогнозируются В большинстве дней Месяца Первые заморозки Возможны уже в конце Первой декады октября Ночью до минус 5 градусов Впрочем Начало месяца Должно быть теплым По прогнозам синоптиков Температура днем Будет держаться В пределах 15-20 градусов Сразу после вестей Смотрите рубрику Интервью Сегодня у нас в гостях Владимир Крафт Заместитель главы Республики Хакасия Речь в разговоре Пойдет о помощи Дальневосточным регионам Которую оказывает Республика А из новостей У меня к этому часу все Я пока с вами прощаюсь Увидимся на канале Россия 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова